Меня зовут Настя, я из компании УЦСБ, занимаюсь там пин-тестами. И, собственно, в этих пин-тестах иногда нужно проводить соцтехнические проверки. И сегодня я хочу поговорить о том, как их можно проводить с использованием PDF-файлов и JavaScript в этих самых файлах. Так, сейчас я разберусь. О, я разобралась. Так, ну, немножко сразу по плану, чтобы было понятно, о чем пойдет речь. Сначала я немножко про статистику расскажу, потом мы попробуем создать PDF-файл в блокноте, в любимом текстовом редакторе. Потом, собственно, добавим туда JavaScript, потом разберемся, как туда встраивать, как готовые документы можно встроить в JavaScript по помощи питончика. И потом посмотрим, как можно избавиться от антивируса, который ищет методом сундуктурового поиска, о чем раньше чуть говорили. Так, ну, собственно, по статистике я использую статистику Postive Technologies. Вообще говоря, за прошлый год большинство всех атак было произведено при помощи использования вреденосного программы обеспечения. И причем половина всех атак была проведена с помощью методов социальной инженерии. Вот, однако, чуть больше половины случаев распространения вреденосного ПО было проведено через электронную почту. Соответственно, что хотелось бы? Хотелось бы для пинтестов получить некий... Нет, дальше я расскажу. Собственно, обычно что происходит? Происходит, что злоумышленник формирует там некий документ или какую-то ссылку или еще что-нибудь, высылает жертве по e-mail. Она его получает, там обычно какое-нибудь страшное сообщение о том, что там откройте этот файл, не знаю, там... Да, начислена зарплата, хороший пример. Вот, давайте все посмотрим. Ну, да, жертва открывает файл, и там что-то страшное тоже очень происходит, что-нибудь срабатывает там. Ну, и, собственно, какой-то фидбэк, получается, злоумышленник там, не знаю, какие-нибудь там персональные данные или ревершелл или еще что-нибудь, собственно, что хотелось бы. Хотелось бы для проверок иметь некий документ, который при этом ничего не эксплуатируя, сам не будучи вреденосным, мог бы пинтестеру тоже отправлять какую-то обратную связь, что, мол, файл был открыт. Возможно, какая-то нагрузка была пользователям исполнена, уже по его воле, так скажем. Вот, и, собственно, ну, почему бы не использовали для этого PDF, тем более, что туда любезно Adobe добавили JavaScript, который позволяет это делать. Так, собственно, давайте про PDF. Он такой, ну, достаточно человекочитаемый формат. Вот, тут ничего непонятного вообще. Формат данных имеет такую древесную структуру, у него есть корень. Здесь это объект 1, то есть, если мы хотим создать базовик, нам нужна какая-то страница, мы даем ссылки на страницы. Потом нужно указать количество страниц, здесь в данном случае только одна страница, она в объекте номер 3. Собственно, сама страница хранит некие ресурсы, просто шрифт. Размер страницы и сам контент в объекте номер 4. Объект номер 4 тут, ну, просто какой-то байтовый поток. Это по стриму. Вот, тут просто, ну, hello world, написано шрифтом F1, который мы задали ранее. Наш шрифт находится в объекте номер 5, просто гильветика. Вот, потом нужно задать объект перекрестных ссылок, это шестой объект. Вообще говоря, ну, Adobe умеет это и так читать, но тут, по идее, должно быть список всех смещений до каждого объекта. Вот. Потом идет трейлер. В трейлере у нас количество объектов, потом ссылка на корневой объект. Если есть информационный, обычно еще на информационный какой-то объект, ссылка. А потом и нужно указать тоже смещение на вот эту таблицу перекрестных ссылок, чтобы программе было понятно, как это читать. Потом маркер конца файла. Ну, собственно, все. То есть, вот в Adobe Reader выглядит как-то так, достаточно ожидаемо. Вот. Как я уже сказал ранее, туда можно добавить JavaScript. JavaScript можно добавлять в любое место, где можно исполнять действие. Действие выглядит вот так. Под ключом S мы задаем тип действия. Ну, JavaScript и под JS просто сам скрипт. Скрипт достаточно простой, просто alert. Я думаю, все его видели. Вот. В данном случае оно задано на ветке names. Ветке names можно... Она исполняется до вообще всего в документе. Туда можно какие-нибудь именовые функции добавлять. Вот у нее есть имя, майкод. Можно к ней потом обращаться с какими-нибудь параметрами. И, собственно, для этого эта ветка и существует. Ну, в смысле, JavaScript в этой ветке. Ладно. Ну, вот так выглядит Adobe Reader. Тоже ожидаемо. Ничего себе. Ничего не прогружено, потому что, ну, это самое первое, что должно исполняться. Вот. Однако, однако. Вообще говоря, исполнение кода в PDF странная вещь. И как только Adobe добавили эту возможность, она сразу же стала использоваться для атак. Поэтому, ну, пришлось какую-то модель безопасности Adobe реализовать. Они ее реализовали. В 2007 году было представлено API. И API это что делает? Оно в том числе делит функции на привилегированные и непривилегированные. И все функции, которые Adobe посчитал критическими, они должны выполняться в привилегированном контексте. Например, я здесь немножко изменила код. Тут функция launch URL. Ну, launch URL загружает URL, обращаясь к стороннему ресурсу. Это привилегированная функция. И в такие функции у них особенность в том, что появляется после, ну, ее исполнения, ну, до ее исполнения вот такое предупреждение, и пользователь должен нажать кнопочку разрешить. Вот. Только потом произойдет, собственно, исполнение функции. Так, окей. Собственно, про то, как с помощью битончика это делать. Мне очень понравилась библиотека PDF-RV. Я вот на нее ссылочку оставила. Там GitHub репозиторий. Вот. Будем внедрять тоже достаточно простой код. Сначала Appalert. Там тоже надо по-хорошему что-то написать. У нас сломались все шрифты. Ну-ка, срочно загружайте их с следующего ресурса. Потом, собственно, ресурс. Здесь самим информом. Это, вообще говоря, постзапрос. Вот. В PDF-файле это будет выглядеть примерно так. Тут у нас словарь. Ну, то, что ранее видели. То есть, тоже JS, какой-то код, S, JavaScript, бла-бла. На PDF-файле строка кода выглядит примерно так. Тут тоже все понятно. Какие-то ссылки там. Вот. Тоже небольшой элемент опускации есть в конце. Я чуть позже про это тоже еще расскажу. Так, собственно, что происходит? Ну, собственно, сначала запускается сам наш alert. Тут ничего пока интересного. Я вот открыла тут вверх, чтобы было видно, что происходит. Так, теперь из интересного. Еще до того, как пользователь нажмет кнопочку разрешить, уже улетит DNS-заброс. Но тут немножко поведение необычное. Я специально выбрала pbim.net, потому что оно не резолвится. Если бы оно разрезолвилось, на этом бы процесс закончился. PDF делает вот примерно так. Собственно, xpbim.net тоже не резолвится. И какой-то там последний уже резолвится. То есть, ну, по убыванию идет, так скажем. Вот, это еще до того. То есть, мы можем таким образом уже отслеживать, что документ вообще-то был открыт. Вот. И тоже вот предыдущий alert. Его, ну, закрыть никак нельзя. Можно этот процесс только убить. Или нажать кнопочку ОК. Вот. Ну, собственно, пользователь начал разрешить. Тут появляется такой прием данных. И, собственно, сам пост-запрос ушел. Вот так вот. Это что касается Adobe Reader. Например, если мы... Ну, там в разных читалках, вообще говоря, по-разному. То есть, нужно знать примерно, что там, где пользователь будет открывать. Например, если мы знаем, что пользователь будет открывать в каком-нибудь баузере на движке Chrome. Там у него своя читалка. PDF он называется. И она еще более ограничена, чем то, что предлагает Adobe. Собственно, и если я хочу исполнить тот же самый скрипт, который я ранее говорила. Он в ветке names, ветке там open action, он не исполнится. Зато можно его исполнить в аннотациях. Тоже, ну, тут сложнее, конечно, конструкция. Вообще, что аннотация делает, там такая... На всю страницу появляется такой легкий синий налет. Если пользователь нажимает на это место, у него исполняется, начинается скрипт. Тоже из интересного. То есть, вот это уже после нажатия тоже появляется вот этот вот алерт. Тоже ничего нельзя сделать, только закрыть вкладку. Но при этом пользователь потом не получит никакого фидбэка от читалки. То есть, просто нажал окей, и вроде как ничего не произошло. Но тут, на самом деле, запрос уже в этот момент уйдет. Вот так. Так, чуть-чуть про опускацию. Ну, я так глобально два метода, скажем, выделила. Можно использовать потоки. Собственно, мы их чуть раньше уже видели, но там было просто без каких-то фильтров. Вот. В потоке можно что сделать? Можно указать какой-нибудь фильтр. То есть, в данном случае это просто Zalip Deflate. Ну, вроде ничего не понятно. Вот. Эти фильтры, ну, это скорее, как сказать, вставлять палки в колеса людям, которые будут уже потом этот файл разбирать, потому что, ну, антивирус-то в целом, если он сигнатурно ищет, без разницы. Тут можно эти фильтры нагружать чуть ли не до бесконечности, пока у нас объект словаря не кончится. Там, по-моему, четыре тысячи с лишним. Вот. Кроме того, в потоке можно целые объекты загружать. Там несколько объектов. Там указывается специальный ключ ObjectStM. И нужно указать там тоже смещение объекта, количество объекта, ссылку до первого объекта. Ну, в общем, так. Вот. И, собственно, про манипуляции строками. То есть, например, можно сделать так. Например, можно заменить сколько угодно букв в имени на его шнадцатеричное представление. Вот. Можно заменять сами строки на шнадцатеричные представления. Можно в этих самых строках ставить пробелы в случайных местах. Это спокойно воспринимается. Но некоторыми программами, которые занимаются чтением формата PDF, они, ну, не могут это как-то воспринять. Собственно, все. На самом деле, на самом деле, этого вообще достаточно. То есть, вот я запихала файл на VirusTuttle, который просто все закодирован там в шнадцатеричном виде. И, собственно, он считает, что все хорошо, все хорошо. Ну, собственно, у меня все. Почти все. Ну, я, в общем, примеры кода запихала на гигарепозиторий, если там кто не успел посмотреть. Там есть эти примеры, есть файли, которые вначале писались. Можно посмотреть. Вот. Так, все фоткают. Ладно. Ну, так-то у меня все. Спасибо за внимание. Так, чего время-то осталось? Есть какие-то вопросы? У нас есть десять минут. У кого вопросики? Какого вопросики? Давайте. А пользователь может не видеть всплывающего окна? Может ли не видеть пользователь всплывающего окна? Да. Вот когда мы собираемся ссылке. Да. 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 А пользователь может, если вставление подает файл, он не увидит в окна, скажем, не торгирует. Можно. Почему нет? Ну, так, я сейчас немножко не поняла вопрос. Можно alert убрать. Это я просто для примера его добавила. То есть сразу появится разрешение, сразу появится result.ns. Ну, при условии, опять же, в Adobe Reader можно вообще отключить исполнение сторонних скриптов, там, и, собственно, ничего не пойдет. Ну, или там тоже какой-то, как сказать, в ком-то уже незащищенном можно запускать это дело, тоже как бы не пройдет такой фокус. То есть, ну, нужно, чтобы он самочиталки открывал. Вот, чтобы убрать окно разрешения, но при этом скрипт пошел, это уже нужно что-то эксплуатировать. Такие способы обхода есть, там, вы определили, там, порядком уязвимости, на самом деле. Вот. Я ответила на ваш вопрос? Все, спасибо. Следующий вопрос. Кого-нибудь? Говорите, кому передать микрофон, иначе вас не будет слышно. Ты меня не видишь, но я все равно задам вопрос. Смотри, ты говоришь про JavaScript, именно исполнение в Adobe. Ну, ты упомянул, что, там, если читатель PDF-ки основан на другом движке, то нужно будет, там, подбирать какие-то, там, другие приколы. Вопрос в чем? Ну, почему мы, почему бы не использовать не только JS, а, например, исполняемую среду самой операционной системы? Например, в Adobe, если, там, на винде он будет открываться, можно закинуть какую-нибудь полезную нагрузку в сторону CMD-шки. Например, Adobe запускается от пользовательской учетки на, например, корп-компе, вот, и Adobe может, условно, заколить исполнение другой программки. И, ну, программка, условно, наш пейлот. Ты не смотрела в сторону исполнения в среде именно операционной системы? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Я смотрела, тут какой фокус, что API не даст нам это использовать без эксплуатации. Тут нужно или буфер переполнять, или еще что-то, то есть уже, ну, какую-то взимность эксплуатировать. Просто в тупую сделать через какой-нибудь вау или, там, что там, child process, не получилось. Не выйдет. Еще вопросы? Все? Давай. Микрофон, вас не будет все равно слышно. А я повторю. А как в итоге детектить такие документы только через песок? Как в итоге детектить такие документы? А, да, я поняла. Ну, не знаю, ну, наверное, все-таки, да. Ну, через песок-то оно по-любому, мне кажется. Да, понятно. То есть сонаром? Сонаром? Все уже. Не знаю. Повторяйте. Не могу так прям сказать. Я вот прям, вот конкретно этим не занималась. Но вот каким-то корпоративным, каким-то антивирусом, там, Windows Defender, там, или что там еще обычно ставят. Ааа, не помню. В общем, обычно хватает. То есть хватает этого, чтобы отправить это на какую-то корпоративную почту, и пользователь такой открыл, и ух ты, классный PDF. Спасибо. Все, это вон. Окей, если у кого нет вопросов, спасибо. Следующий спикер. Спасибо.